Всем привет! Давайте познакомимся. Меня зовут Андрей, и я представляю консорциум ведущих вузов Китая China Campus Network. Итак, давайте представим то, что вы счастливый выпускник школы или университета. Насколько это возможно после сдачи ЕГЭ или ГОСФ? И тут перед вами открывается много возможностей поступления как в десятки, сотни, так и в тысячи учебных заведений России и всего мира. Стоит себе вполне логичный вопрос, как не сойти с ума и выбрать из всего этого многообразия именно то, что подходит вам. Предлагаю об этом сегодня и поговорить. Как выбирают вуз многие российские студенты? Отзывы. Очень часто мы полагаемся на рекомендации близких и друзей при выборе учебного заведения. География. Выбираем сначала себе комфортную страну, а там, глядишь, и вуз нормальный попадется. Тренды престиж. О, это модный престижный вуз? Тогда я к вам. Востребованность. Другие изучают востребованные профессии конкретного профиля на рынке труда. И все большее распространение получает объективные показатели деятельности университетов. Рейтинги. Ребят, мы хотим обратить ваше внимание на последний пункт. Но рейтингов же много. Как с ними разобраться? Действительно, рейтингов очень много. От практичных и прямолинейных, вроде процента трудоустроенных студентов и количество тех же публикаций. И заканчивая, например, рейтингом по количеству выпускников-миллионеров. Сегодня я вам расскажу о пяти самых важных и авторитетных рейтингах. Ссылки на них оставлю в описании. Для тех, кто рассматривает обучение в России, мы можем рекомендовать российский рейтинг «Эксперт РАН». Зарубежные эксперты подтвердили, что методология, процедура его подготовки и представление результатов отвечают высоким стандартам качества. Кстати, в 2016 году тройка лидеров рейтингов осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Традиционно первое место занял МГУ, второе и третье место поделили между собой МФТИ и МИФИ. А вот для тех, кто рассматривает зарубежное образование и хотел бы сравнить его с вузами России или других стран, например, с Китаем, мы хотели бы предложить рассмотреть четыре оставшихся рейтинга, среди которых наиболее авторитетным является британский рейтинг QS. Помимо всего общего, в него входят также предметные 46 дисциплин и региональные рейтинги стран Азии, Латинской Америки, Европы, Арабского региона и стран БРИКС. В топ-500 рейтинга QS входят 24 вуза Поднебесной, 13 из них являются представителями China Campus Network. И, конечно, нельзя не упомянуть академический рейтинг университетов мира. В совокупности рассматривается около 1200 университетов и только 500 публикуются. В топ-500 мировых вузов 54 представляет Китай, 15 из них ССН и только 3 России. По предметным направлениям Китай тоже на высоких позициях. Университет из этой страны, включая вузы консорциума, входит в топ-20, топ-50 по инженерии, компьютерным технологиям, медицине и биологическим наукам. Следующий по порядку, но не по значению, рейтинг Times. Согласно информации на сайте компании, это единственная в мире рейтинговая система, позволяющая сравнивать ведущие вузы Excel 980 по центральным направлениям деятельности, обучению, исследованиям, обеспечению доступа к знанию со стороны широкой общественности и международной деятельности. Еще один популярный ресурс и пионер данной области – US News and World Report. Он отличается широким разнообразием информации, доступной по странам и по каждому вузу отдельности, а также значительным количеством обзорных статей и гидов по программам обучения. И еще хочу дать вам три совета перед использованием рейтингов. Первое. Определитесь, что для вас важно при выборе университета. Второе. Зарегистрируйтесь на сайтах. Зачастую бесплатная авторизация предоставляет более широкий доступ к данным по странам и по университетам. И третье. Если вы хотите овладеть ценными навыками и получить высокооплачиваемую работу, то обратите внимание на такие факторы, как качество образования, научно-исследовательские фонды, количество научных публикаций, инвестиций и реальных соглашений с работодателями. Ребята, а как вы выбираете или выбирали вуз? Оставляйте свои комментарии ниже под видео, нам будет интересно почитать ваши ответы. На сегодня это все. Если вам понравилось это видео или вы заинтересованы в обучении в Китае, можете переходить по ссылке ниже в описании, оставлять заявку на нашем сайте. С вами свяжутся наши специалисты, эксперты в области образования в Китае CCN China Campus Network и обязательно проконсультируют вас. Ставьте лайки, репосты, решеры. Всегда ваш China Campus Network. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока!